Аттракцион невиданной щедрости в Кирове сегодня бесплатно возили в транспорте. Почему? Об этом не только расскажу в ближайшие минуты. С вами Елена Чехомова, это Давича. Здравствуйте. В Кирове стартовал ямочный ремонт дорог. На каких улицах устранят пробоины в асфальте этой весной, а какие не вошли в список. Президент поручил взять на особый контроль ситуацию с долгостроями в России. А как обстоят дела в Кирове и что обещают местные власти? Опрос в ЦИОМ показал, что россияне за возвращение смертной казни. А что об этом думают кировчане? Исторический момент. А у спортсменов праздник. Столетние полы в спортшколе номер 5 заменили впервые за всю историю. Бесплатно? Да ладно, скажете вы. Но и такое бывает. В общественном транспорте сегодня утром не брали деньги за проезд. На линиях даже не было кондукторов. Пассажиры сэкономили, а перевозчики понесли миллионные убытки. Что это было? Флэш-моб, забастовка, подарок населению? Подробности у Елены Шарыгиной. Место кондуктора за моей спиной пустое, но при этом все пассажиры, которые садятся в автобус, в первую очередь готовят деньги, карты, телефоны, смотрят по сторонам, ждут, когда к ним подойдут, но так и не дожидаются. Мы без кондуктора? Я думал, жду, вот думаю, когда подойдет. А вы даже не заметили? Нет. Вот, сижу, жду, когда подойдет к нам кто-то. Я уже на втором автобусе еду, и кондуктора вижу, что нету. Ну, сначала думала, что заболела, сейчас думаю, что, наверное, прибыль большая у них. Решили нам делать подарок. Многие кировчане и не поняли, что произошло. Вынужденный флэш-моб организовали кировчанам автоперевозчики. Возили людей бесплатно. И это не подарок. Это сбой в работе терминалов у кондукторов, объяснил директор АТП Денис Перлок. Подобная ситуация была несколько месяцев назад, но кировчане ее не почувствовали, потому что оперативно в течение двух часов была устранена причина. Но мы возили два часа тоже бесплатно. Но это было не так массово, соответственно, никакая информация там особо не просочилась. Но это уже не первый раз, когда нас подводят. Да, они проводят там у себя проверку. Мы ждем результатов, но мы будем предъявлять приспособление к ним. В администрации подтвердили, в половине пятого утра слетел сервер в компании электронный проездной. И чтобы не создавать транспортного коллапса в городе, было принято решение вывезти автобусы и троллейбусы без кондукторов. По информации мэрии, перевозчики недополучили за это утро около 6 миллионов рублей. Впрочем, по данным чиновников, кондукторы без работы сидели недолго. На 9 часов валидаторы работают, причины устанавливаются по какой причине. Будут определены виновные, по чьей причине. И перевозчикам, тот, кто вывел на маршруты автобусы, естественно, будет, тот, кто виноват в этом, будет этим виновным все возмещено. Тем временем кондукторов, видимо, не предупредили, что им пора возвращаться на рабочее место. Потому что в 10 утра автобусы еще перевозили безбилетных зайцев. В том числе и нашу съемочную группу. Мы сейчас едем в автобусе 5 маршрута. Здесь очень много людей, но нет кондуктора. Некоторые перевозчики решили сократить число рейсов, чтобы минимизировать убытки. В итоге жители Коминтерна, Нововятска, Ганина, Радужного по полчаса, а то и больше, стояли на остановках и ждали транспорт. В автобусах места не хватало, в соцсетях писали, что даже драки были. По состоянию на 12 часов дня примерно четверть терминалов заработало. Елена Шарыгина, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича. Бесплатно, кстати, проехать уже не получится. Все платежные устройства вернули в строй. Кондукторы приступили к своим обязанностям. По информации директора АТП Дениса Пурлога, последний терминал на его предприятии начал работать в 13.40. Сумму убытков обещают подсчитать завтра. Невероятно, но факт. Вот такое совпадение. Технический сбой в компании «Электронный проездной» произошел сегодня. И сегодня же в суде Первомайского района вынесли приговор за хищение 34 миллионов у этой как раз компании. Обвиняемый экс-директор Центральной диспетчерской службы Александр Рыболовлев. В 2019 году он был признан виновным по статьям присвоения или растрата злоупотребления должностными полномочиями и получил три года лишения свободы. Но в феврале прошлого года Кировский областной суд отменил приговор районного суда. Всех фигурантов освободили из-под стражи, а дело вернули прокуратуре. Каков сегодняшний вердикт, знает Ольга Платунова. К залу суда Александр Рыболовлев в сопровождении своего адвоката прибыл за 10 минут до начала заседания. Отвечать на вопросы журналистов отказались оба. Экс-директор Центральной диспетчерской службы, фигурант дела по электронному проездному, не на камеру, сказал, цитата, «Что-то настроение у меня не для интервью». Напомню, это уже второй приговор для Александра Рыболовлева по одному и тому же делу. Экс-директора Центральной диспетчерской службы задержали впервые осенью 2018 года. Кстати, ранее он никогда не был судим. Он обвинялся в денежных махинациях в компании электронной проездной, вероятным организатором которой Следственный комитет называет бывшего главу города Владимира Быкова. В декабре 2019 года Рыболовлева приговорили к тюремному сроку 3 года и 7 месяцев. Правда, потом приговор отменили из-за процессуальных нарушений. Рыболовлева, как и еще трех фигурантов дела, отпустили. А сегодня, после повторного рассмотрения, суд вынес новое решение. Александр Рыболовлев будет отбывать наказание в колонии общего режима 3 года и 1 месяц. Кстати, время, которое Рыболовлев провел в СИЗО и под домашним арестом, тоже включили в срок наказания. Кроме того, Александр Рыболовлев должен возместить ущерб, причиненный городскому бюджету. Речь идет о сумме в 6 миллионов и 117 тысяч рублей. Также он должен будет возместить ущерб компании электронной проездной. Это почти 28 миллионов рублей. Ольга Платунова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. Делают спустя рукава, нет никакого толка, это лишняя трата денег. Все это, цитата кировчан, о свежем ямочном ремонте дорог. Он, кстати, стартовал сегодня ночью, а жители уже успели его оценить. В планах администрации залатать 35 участков дорог. Среди них улицы Карла Маркса, Герцена, Комсомольская, Дерендяева, Старый мост, переезд на производственной. Ульяна Издакова отправилась. По некоторым адресам оценила работу дорожников, а еще выяснила, что не так с технологией ямочного ремонта. 69% дорог в Кирове соответствуют норме, заявили в региональном Минтрансе. К концу года показатель, обещают власти, вырастет до 72%. В планах привести в порядок 65 километров дорог. В рамках программы БКД на эти цели выделили 706 миллионов рублей. Чиновники не стали откладывать дела в долгий ящик и решили начать с ямочного ремонта. Не раз кировчане жаловались на дорогу на Старом мосту. Говорили, мол, не едешь, а как на скакалке прыгаешь. И вот, наконец, на полотне появились первые заплатки. Правда, кое-какие дефекты рабочие все-таки проглядели. В некоторых местах по-прежнему остались ямы и трещины. То же самое и на Карла Маркса. Участок улицы от Преображенской до Комсомольской успели залатать этой ночью. Около кинотеатра Октябрь появились свежие заплатки, а рядом незаделанные ямки и трещины. Некоторые кировчане такой ремонт, мягко говоря, не оценили. Они все делают на очень плохо. На очень плохо? Да, грубо говоря, так. Но нужно делать по-хорошему, а не как они, спустя рукава. Никакого толку нет. Снова опять разобьют. Сам ездят за рублем, знаю. Все равно брызги летят и все остальное. Если нет возможности делать капитальный, хотя бы ямочный. Хотя бы в эти ямы не попадаешь и без колес не остаешься. Я думаю, что это все очень ненадолго. Это трата лишних денег. В дождь делает, снег делает. И потом снова через месяц-два опять ремонтирует. Ну как это понять? А вот участок улицы Герцена от Октябрьского проспекта до Горького еще не успели залатать. И на месте чиновников я бы задумалась. Может быть здесь стоит провести капитальный ремонт? За зиму дорога знатно поистрепалась. Пока оператор снимал картинку, я насчитала не один десяток ям и трещину. Вот и некоторые кировские общественники уверены, ямочный ремонт – это деньги, выброшенные на ветер. Технология, по которой его делают, устарела. Применять более современные и эффективные методы, такие, например, как ремонт картами, городской бюджет себе позволить не может. Вот и получается, что от ямочного ремонта в Кирове в ближайшие годы не откажутся, заявляют активисты. Выходит мартышкин труд, выходит та ситуация, когда мы деньги, ну ямочный ремонт – это деньги в никуда. А что делать? А вариантов нет других. Там сколько сейчас, может, миллиона четыре выделили на ямочный ремонт опять. Эти деньги, они просто растворятся в наших дорогах, и мы их с вами не заметим. На ямочный ремонт есть шестимесячная гарантия – парируют в администрации. Кроме того, через несколько дней после него представитель подрядчика и куратор от заказчика объезжают сделанные участки и осматривают их. Чтобы не было перепадов, то есть литой асфальт и бетон был в одном уровне со старым покрытием. Обработка, опять же, мелкой фракции щебня, наличие ее без обработки, скажем, работы не будут приняты. Всего в планах у администрации подремонтировать 35 участков дорог. Среди них улицы Комсомольская, Дериндяева, Свободы, а также переезд на производственные и круговое движение на проезжей. Ульяна Издакова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. Кстати, кировским дорожникам грозит штраф за лежачих полицейских. Прокуратура завела на директора дорожной и парковой инфраструктуры дело об административном нарушении. По версии правоохранительных органов, в апреле прошлого года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведомство заключило муниципальный контракт с компанией, которая должна была к концу октября установить на улицах города искусственные неровности. Осенью подрядчик предоставил акты выполненных работ, но дорожники почему-то не осмотрели объекты, не провели строительный контроль и экспертизу. Соответственно, работы приняты не были. Прокуратура направила чиновникам, в том числе главе городской администрации, представление. После вмешательства органов прокуратуры, муниципальный заказчик завершил приемку и оплатил выполненные работы на общую сумму более 25 миллионов рублей. Завершение остальных работ в рамках реализации мероприятий национального проекта находится на контроле прокуратуры города Кирова. Обманутые дольщики – это позор для страны, заявил Владимир Путин и поручил прокурорам в регионах решить проблему. Глава государства добавил, что важно исключить какие-либо юридические лазейки для обмана людей со стороны недобросовестных застройщиков. Однако некоторые кировские эксперты сомневаются, что навести порядок у нас в этой сфере реально. Почему – выясняла Зоя Попцова. Дольщикам на Первом Гороховском переулке 21 скоро предстоят только приятные хлопоты. Сделать ремонт в квартирах. Многоэтажку, в которой не велись работы, пять лет достраивают. Застройщик делает это взамен на земельный участок. У всех был такой очень негативный настрой, и уже, в принципе, никто ни во что не верил. Я провел много консультаций с коллегами в правительстве, с Минстроом. Ну, вроде бы, как меня все заверили, что рисков нету. Самое главное – решиться на этот шаг. Попросил жильцов поверить, взял на ответственность на себя. Ну, создали мы ЖСК, и слава богу, все получается. Надеюсь, что дом скоро сдадут. А у Татьяны Грязевой другая история. Несколько лет назад девушка взяла ипотеку, чтобы купить квартиру в Слободе Новая Сергеева. Малоэтажное строительство, близко от города, свежий воздух – идеальный вариант, считала Татьяна. Но работы на объекте встали. Застройщик отбывает срок по уголовному делу. А мечты о собственном жилье рухнули. До сих пор нет, не инсценирована процедура банкротства нашего застройщика. И поэтому никаких мер поддержки нам до сих пор не оказано. Господдержка, конечно, это хорошо. На бумаге все это у нас есть. Мер поддержки будет нам оказана только после завершения проблемного объекта на Маклина-60А. Чтобы решить проблему обманутых дольщиков, глава государства Владимир Путин потребовал от прокуроров в регионах навести порядок в сфере строительства. И сделать это надо в ближайшие два года. Но у кировских экспертов на это свое мнение. То есть эта ситуация, она больше, наверное, связана не с городом Кировом, не с регионами, а со столицей. Потому что у нас слишком маленькая наценка на жилье у застройщиков остается. То есть дополнительная нагрузка в виде налогов при такой не очень добросовестной схеме, она вседает всю прибыль. Но надежда есть. 797 обманутых дольщиков Кировской области должны получить жилье уже в этом году. По крайней мере, такие планы у региональных властей. Зоя Попцова, Владислав Можейко, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича. Опрос в ЦИОМ показал россияне за возвращение смертной казни. А что думают кировчане? Об этом не только мы расскажем во второй части нашего выпуска. Не переключайтесь. Это Давича и мы продолжаем. Снижение налогов, отмена пенсионной реформы и возвращение смертной казни. По данным опросов ЦИОМ, это то, что предложили бы в первую очередь россияне, будь они советниками президента. Смертная казнь? Мой коллега Дмитрий Житарчук более детально разобрался в этом вопросе. Зачем и кому это нужно? Дима, действительно, опрошенные россияне хотят вернуть эту высшую меру наказания. Ее ведь у нас сейчас нет в стране, правильно? Ее нет, действительно так. Но вообще в качестве наказания она указана в пяти статьях Уголовного кодекса. Однако с 1997 года действует мораторий на ее применение. Мы подписали протокол конвенции по защите прав и свобод человека. И чтобы стать членом Совета Европы, обязались преступников не казнить. Кроме того, 2 февраля 1999 года Конституционный суд признал незаконным назначение таких приговоров, пока во всех регионах России не будут действовать суды присяжных. Сейчас они имеются, но из Совета Европы мы пока еще не вышли. Поэтому казнь как высшую меру не используем. Я так понимаю, что некоторые россияне согласны выйти из международных организаций ради того, чтобы все-таки вернуть смертную казнь? Ну, некоторые. Не стоит судить о настроениях россиян по выборке в ЦИОМ, так считают некоторые эксперты. Опрос был общим. Чтобы вы посоветовали президенту и вернуть смертную казнь, посоветовали бы лишь 2% опрошенных. Эта цифра равняется погрешности. Вот при таких опросах она тоже 2%. Не верит, как он выражается, в кровожадность россиян и юрист Ян Чеботарев? Множественные опросы общественного мнения показывают достаточно скептическое отношение граждан Российской Федерации к качеству правосудия в нашей стране. Ну, согласитесь, что смешно будет одной рукой сомневаться в качестве правосудия, а другой – делегировать этому правосудию возможность лишать наших сограждан жизни. На мой взгляд, нет такого преступления, которое не могло бы быть наказано достаточно суровым видом наказания, таким как пожизненное лишение свободы. Я тоже сегодня провел свой мини-опрос. И давай послушаем, что думают кировчане о смертной казни. Да лучше их работать, заставлять. Куда-нибудь на родники отправить. Пусть там работают. Они там сами загнутся. Под ваше мнение. Нужно. А за какие преступления, например? За убийство. Нет. А почему вы так считаете? Потому что очень много ошибок. Судебная система? Конечно. Может, в исключительных случаях. Наверное, нужно. Потому что они все равно будут сидеть осужденные либо 20 лет, либо пожизненно. Ну и на деньги граждан. Конечно же нет. Почему? Это не гуманно. Вот в Белоруссии мораторий не вводили. На смертную казнь мы сегодня пообщались с одним из жителей соседнего государства. Он также является общественным деятелем. Давай послушаем, что он думает на этот счет. Использовать смертную казнь в качестве инструмента, решающего проблемы преступности. Вот так. Точнее. Вот. Это, ну, фактически то же самое, что использовать каннибализм для решения продовольственной программы. Смысла в этом нет абсолютно никакого. Я так понимаю, мысль, в принципе, это такая, что предполагается, что преступники будут бояться вот такой высшей меры наказания и вроде бы не будут какие-то совершать особо опасные преступления. Ну, сторонники такой высшей меры так говорят действительно. Но страх смерти не остановит преступника от преступления. Во всяком случае, так считает мой следующий спикер, член общественной палаты региона Олег Ткачев. Он по роду своей деятельности часто посещает тюрьмы, колонии. И говорит о том, что последствия преступления мало, мало кто о них думает из осужденных, когда совершали преступление. А вообще уверен, что возвращать или нет смертную казнь, это такой вопрос в философской плоскости. На которую каждый человек, живущий в обществе, должен ответить для себя сам. Кем он себя считает, кем он считает окружающих. Можно ли санкционировать, разрешить, морально одобрить такое, ну, узаконенное убийство, там, чужими руками, руками государства. Ну, и напоследок напомню, что смертная казнь разрешена в Китае и в США, если мы уж говорим о крупных государствах. Ну, а у нас в Совете по правам человека недавно заявили о том, что отменять мораторий на смертную казнь пока нельзя. Понятно. Спасибо, Дима. Мы продолжаем. Депутаты городской думы предлагают вернуть семь зданий в Кирове под детские сады, туда, где они были раньше. Речь идет о помещениях в разных частях города – на Советской, Труда, Короленко, Сормовской и других улицах. По мнению народных избранников, это позволит решить вопрос с нехваткой места для дошколят. В свое время из-за спада рождаемости здания перепрофилировали под другие нужды. Также предлагается выделить место под строительство нового детского сада в квартале, где находится Вятская гуманитарная гимназия. Так, например, депутат Татьяна Веселова заявила, территория полностью не используется. Считает, если объединить часть земли гимназии и пустырь на месте снесенных домов, можно построить детский сад. Кроме того, с одним из частных детских садов были расторгнуты договоры аренды по двум адресам – на заводской и хлебозаводском проезде. То есть и эти помещения освободились? Вернуть возможно, но не все, конечно же, помещения. Те, которые в частной собственности, наверное, не удастся. Те, которые в собственности областной либо федеральной, здесь уже, как договорятся наши муниципальные и областные власти. Это вот продолжение той истории с детским садом, где сейчас центр Татьяна Веселова располагается, что у нас не могут договориться разные уровни власти о возврате этого помещения. Нет столетнему полу. Юные футболисты Кирова перестанут играть на старых досках. Обычно мы не рассказываем о текущем ремонте в школах города. Но в спортивной школе номер 5 на Красноармейской – историческое событие. К такому выводу пришли мы с оператором Владиславом Можейко. Эти доски пережили войну. Кстати говоря, это именно не паркет, а доска, положенная на ребро. И удивительно, что здесь многие десятилетия не просто ходили, а бегали, играли в футбол, били по мячу. Как это все совместимо с футболом? И вот здесь, за этой стеной, точно такой же зал, он выглядел точно так же. Но сейчас... Но сейчас после ремонта совсем другое дело. И главное, что под ногами, ребят, теперь нет этих старых досок. Пятая спортшкола находится на Красноармейской в столетнем здании 1916 года постройки. Залы, в которых сейчас идет ремонт, находятся как раз в старой части на первом этаже. И история умалчивает о том, менялся ли когда-то этот пол. Полы шпунтованные, клиновидные. То есть доска не обрезная ни одного размера. Составляются с одной стороны более узкие. Конец рядом широкий лежит. И такой вот пол был уложен. Это, я думаю, что самое, наверное, основание школы, когда появилось это здание. Строили для училища. Потом здесь была 26-я школа. И вот спортивная, номер 5. Эти полы – свидетели истории. Здесь выросло не одно поколение кировчан. К примеру, 25 лет назад гонял тут мяч и Вадим Мартемьянов. А сегодня, так получилось, участвует в этом историческом ремонте. Был мне 10 лет. Снимался я здесь в футболе. Здесь было все точно так же. Ничего не поменялось. Но сегодня меняется. И ощущают это прежде всего дети. Доски торчали. Доски были. Одна ниже, другая выше. И вот допинялись ногами об доске. А сейчас лучше. Сейчас круто. Поверхность, кулатка. Вообще, это помогло. Очень нравится. Рады обновлению залов и сами рабочие. Тоже ведь родители. Мне очень понравилось, как мы сделали. Прямо душа радоваться. У меня ребенок тоже занимается спортом. Но только не в данном занятии. Если там тоже был ремонт, я буду этому очень рад. Родителям знакомо, что на серьезный ремонт школам не хватает денег. И в этих залах и сейчас не было бы нового покрытия, если бы не помощь школе от добрых людей. Мы только рады видеть, если кто-то будет в пятой школе еще помогать, значит мы еще лучшую базу создадим для наших футболистов. И хотелось бы в перспективе, возможно, такой не исключаю вариант, и постройка манежа, где будет и пятая школа заниматься. Большого футбольного манежа. Это тоже наша мечта. Елена Чехомова, Владислав Можейко. Бюро новостей Давича. Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. А если вам тоже есть чем с нами поделиться, то, пожалуйста, пишите нам или присылайте свои видео по номеру, который видите на экране. С вами была Елена Чехомова. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok